хочу рассказать про бардак который творится в мире в одной из частей этого бардака нам пришлось поучаствовать значит нам пришлось покупать билеты хотя мы не собирались ехать пока все это вот как-то не утихнет вся весь этот хаос вот она пришлось и мы искали билеты как обычно мы пошли на сайты и искали по сайтам они везде известны эти сайты агрегаторы и так далее в общем sky scanner у меня муж любит этим пользоваться и искали искали все конечно сильно дороже стало причем переделались все сайты так что допустим берешь билет цена а потом ты когда начинаешь оформляться те прибавляется за это зато за 5 за 10 все отдельной ценой и вылазит вот такие вот суммы особенно на лоукостер на лоукостерах лоукостер вообще стали золотыми вот и так как билеты нужны были срочно мы значит даты переставляем и чем ближе дата тем дороже хорошо нашли мы по таким ценам уже подорожавшими не знаю на раза в три чем доктора я имею ввиду жизнь до карантина до пандемии вот раза в три наверно но в два точно билеты стали дороже вот причем у нас дальняя дорога нам нужно две или три остановки делать все это совместить все это с ночевками с остановками в общем жутко занимает много времени и еще и плюс идет раздражение на то что нужно тратить деньги деньги просто выжимаются из людей но я так я так поняла до вот этого я не искала билеты не знаю значит выжимаются во всех местах каких надо но это все еще один момент другой момент мы покупаем билет нашли какой нам надо ну я говорю занимает очень много времени потому что нам надо совмещать два-три билета две-три остановки туда и сюда и уж это совмещать со временем с датами с отпуском нужен такой вот такой головняк врагу не пожелаешь вот нашли наконец-то 6 рук сидели искали все это и нашли купили купили билет и нам не приходит подтверждение не приходит деньги висят висят пять дней висят деньги еще никуда не уходят начали звонить нам говорят что ну типа а и и потом нам пришлось еще раньше дату искать нашему так получилось и мы значит решаем что этот билет нужно канцелировать отказываться и чтобы деньги на карточку возвращались хорошо канцелировали отменили деньги висят 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 уже опять несколько дней проходит не туда не сюда уж и короче пошла в банк не банка сказала в банке уже сказали подождите еще дня два хорошо дня два уже это выходные были и я думаю но если за эти два дня не придет то нужно идти опять банки опять что-то там решать непонятно почему и не банк не объясняет почему он деньги не отдает и с этой компанией там мы несколько их выше короче это глина агрегаторы нужно такое но это все не на нервы уже это же все острее чувствуется и ну как бы обострение вот хорошо и тут же мы еще второй билет на другую дату и причем решили брать на компании прям заходим на на люган заходим покупаем билеты приходит подтверждение email и через 15 минут буквально буквально приходит то есть у нас уже деньги в пути и через 15 минут нам приходит от что тот рейс отменен который нам только что продать и нам предлагается совершенно другой рейс или можете мол ваучер взять это очень но невероятно рейс нам этот не подходил никак ваучер оставлять то есть ты оставляешь деньги пользоваться компании да там до нового года там лет до какого-то там года числа то есть ты деньги даришь практически они возвращаются и ну в общем еще другой билет если хочешь полный грабеж я считаю ну это счет я такого еще не видела не слышала живем безобразие мы значит а решаем опять отменить отказаться от этого билета и это уже было с другого банка это не с одного банка деньги были сняты это было с другого банка сняты деньги уже они тоже висят то есть ни туда ни сюда здесь такое бывает мы почему сначала не забеспокоились потому что здесь когда в супермаркете рассчитываешься там дня два три на третий день деньги деньги снимаются но ты увидишь у себя в банке что они уже там но еще не ушли то есть они еще в банке но уже сняты как бы уже в пути вот тут тоже самое но но три дня но не пять же дней вот и тут на этот раз на это или в ганзи значит они нам сломал ломают билет и буквально хотят пользоваться нашими деньгами значит муж позвонил сказал что не нуждается в этом билете ему сказали ну знаете вот я смотрю значит у вас там уже деньги типа они хотят забрать на общем они еще пути ну короче он говорит а что если я зайду в банк и отменял свой транзакшен и чтобы не деньги отдали она говорит ну попробуйте ему конечно я вам ничего типа не говорила ну можете попробовать мы в банк банк нам говорит вы знаете зайдите на онлайн то есть он банк пришел а его даже и на порог не пустили сказали вы знаете зайдите онлайн и там откройте диспут и в диспут предложить это письмо email тот который вам прислали в подтверждение что ваш транзакшен значит отменен вот пришлось нам в банк заходить отправлять письмо и когда мы отправили письмо это было в тот же день что ну мы канцелируем отказываемся от билета ночью буквально снимаются деньги же в счет этой компании люганзы а все деньги ушли туда к ней на сервисе нам женщина это сказала что если они заберут деньги то возврат будет но месяца через три курса ведь через триме три месяца они собираются пользоваться нашими деньгами только потому что они сломали билет то есть нам продали и через 15 минут от 3 отменили они что не знали что он отменяется как это как это вообще но все вот такой такой грабеж и то есть за первый билет я успела деньги забрать там другие компании были и другой банк как так получилось что деньги пришли назад а за второй билет деньги ушли и теперь мы не знаем получим их назад или нет а может а компания в этом коронавирусе разориться завтра и потом ты доказываешь что ты не козел не баран что ты это твои деньги опять куда-то звонить а куда-то писать что-то доказывать в общем это ужасно ужасно просто ужасно все вот причем почему я говорю что в три месяца это может не вылиться большую большую часть потому что мы дарили билет антону во флориду перед буквально перед коронавирусом вот этим у него был билет на июль на комисто но еще короче начался вот этот карантин и все у нас все сломалось все полеты тогда отменились и такой же был момент возврата денег сказали через три месяца вернем уже пять прошло ничего ссылаются на этот коронавирус мы не можем мы там что-то и что-то и ну в общем в общем что я хочу сказать нет нужды не летать никуда я я знаю такие конечно моменты что люди как-то умеют быстро съездить и вернуться без всяких проблем но вот у нас вот такой вот такой казус и просто вот и нам пришлось покупать третий билет в два раза дороже нам пришлось покупать и общем купили два билета тут и там и все это соединять во времени столько мы сидели просто дым шел из ушей вот такие дела но мы их победим вирус это тоже всем держаться всем не знаю лучше никуда не есть конечно но мы не собирались так пришлось так получилось